Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Apple продолжает активную работу над обновлением iOS 12.2. Компания выпустила iOS 12.2 Beta 4 для всех разработчиков и публичных тестеров. Четвертая бета-версия iOS 12.2 вышла спустя две недели после запуска iOS 12.2 Beta 3. Что за это время поменялось в прошивке? Как там с производительностью и батарейкой? Не забывайте про подписку, колокольчик и лайк. Устраиваемся поудобней. В iOS 12.2 Beta 4 внимание в основном уделили настройкам интерфейса Apple TV. Появилась новая иконка переключателя пульта Apple TV Remote в пункте управления. Значок пульта теперь выглядит так же, как пульт управления от Apple TV. Если мы зайдем в AirPlay через Control Center, то увидим, что быстрый доступ к пульту есть и тут. Новая анимация при вызове пульта Apple TV в пункте управления. Новый регулятор громкости для Apple TV. Если раньше, когда вы пользовались Apple TV и случайно отключали iPhone от Wi-Fi, нужно было заходить в настройки и подключаться к сети. Теперь это можно сделать прямо из пульта Apple TV. Не нужно завозить в настройки, нажали подключиться и подключились к Wi-Fi. Очень удобно. Также все эти фишки доступны на iPad. Изменили иконку приложения News на iOS и macOS. Apple представила новую иконку для Apple News с более простым дизайном. Мы видим красную букву N на белом фоне. Кто-то вместо буквы N видит значок Dota, а кто-то букву S. Также обновленную иконку можно увидеть в панели виджетов. В новой бете, как всегда, были исправлены ошибки, которые мы нашли раньше. Через несколько дней после того, как я сделал обзор на бету 3, это предыдущая бета, у меня бета 3 часто начала делать респринг. Но это бета-версии, они всегда логучие. Так вот, в бета 4 пока таких глюков я не заметил. Вроде бы респринг не делается. Но опять же, через несколько дней это может начаться. В принципе, работа меня устраивает. Как для беты, очень хорошо. Никакого ускорения в этой версии не произошло. Батарейку держит на уровне бета 3. Если вы спросите меня, обновляться на новую прошивку или нет, то скорее всего нет, потому что это все-таки бета-версия, которая может глючить. Да и особо крутых нужных фишек, которые вы используете каждый день, не завезли. Наверное, стоит обновиться тем, кто часто пользуется Apple TV. Релиз iOS 12.2 выйдет в конце марта. Обновление станет доступно для установки абсолютно всем юзерам после презентации 25 марта. На этой презентации покажут AirPods 2, iPad mini 5 и iPad 2019. Ну а для того, чтобы быть в курсе последних событий в мире Apple, обязательно подпишись на канал и поставь колокольчик. Также поддержи меня лайком. Еще у меня есть Telegram, Twitter и Instagram. Полезные новости и лайфхаки из мира Apple только там. Все ссылки под видео. Думайте иначе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!